Продолжаю серию видео и сейчас посмотрим с вами заказ из компании Иф Роше. Заказ был оформлен еще в сентябре и попала я под акцию, где два средства по цене одного. Так как у меня заканчивается туалетная вода, жимолость, и на тот момент на сайте Иф Роше не было парфюмированных и туалетных вод из старой коллекции, то мне пришлось заказать из новой коллекции новые ароматы. И давайте с вами посмотрим. Конечно, когда все это пришло, выглядит это вообще совсем миниатюрно. То есть вы можете видеть мою ладошку и сам флакон. И давайте рассмотрим. Первое, это у нас с вами водичка. Все эти воды парфюмированные. У меня была покупка вообще в принципе только из двух этих водичек. Значит, 30 мл две водички стоили по одной цене. То есть 2 равно 1, точнее 1 равно 2 за 2400 рублей. В принципе, для парфюмированных вод компании Иф Роше это относительно средняя цена. Но я думаю, что из-за того, что это новинки и такие относительно моноароматы, конечно, стоят дороже. И давайте посмотрим. Значит, можно было выбирать пару себе не такой же аромат, а именно по выбору. То есть, если вы видите, здесь разные ароматы. Один это Neveu Genre и второй это Queer de Nuit. Честно говоря, парфюмированный состав. А, ну я вам могу прочитать. Здесь есть информация на русском. Вот смотрите. Neveu Genre. Это Бобы тонко. И Пачули. Парфюмер Мари Соломань. Ну и давайте посмотрим. Компания Иф Роше. Новые ароматы идут в слюде, как вы можете видеть. Там, кстати, была другая акция. Можно было купить, по-моему, 100 мл по цене. 3 500. Ну, можно, наверное, было действительно взять. Но, сами понимаете, 100 мл сложнее использовать, чем 30 мл. Поэтому будем говорить так, что я взяла на пробу. И давайте посмотрим. Коробочка сам матовая. Есть некие такие выпуклости а-ля 3D. Ну и давайте посмотрим. Аромат уже ощущается через коробочку. Хочу просто комментировать. Но не получится сейчас. Одну секунду. Прошу обратить ваше внимание. Надеюсь, сейчас очень хорошо видно, что внутри коробочка такого черного цвета в таком строгом стиле. И вот, собственно, сам флакончик. Как вы можете видеть, мне напоминает данная упаковка почему-то компании Буреда. Там, правда, крышечка немножко такая полуовальная. А, собственно, вариант такой, как бы флакончика-пузатика, конечно, это тоже неплохой, неплохой, в общем-то, вариант. Здесь донышко такое впуклое получается. Ну, в общем-то, неплохо. Конечно, честно говоря, вот я смотрю на этот флакон и думаю, блин, здесь 30 мл просто не верится. Потому что больше напоминает, если помните, миниатюры такие по 20 мл, которые были в компании Фрошей, Земляника и прочее-прочее. Ну, давайте сейчас протестируем аромат. И пока с вами пойдем дальше, в общем-то, разговаривать про ароматы и покупку в компании Фрошей. Ну, первое, что я сейчас, конечно, чувствую. Интересное сочетание. Мне почему-то вот первые нотки, знаете, такой больше древесный аромат. Он действительно, наверное, так и есть. Потому что пачули и бобы тонко. Во-первых, бобы тонко, я уже про них рассказывала неоднократно. И про аромат, моноаромат из другой компании Reflame. Но мы сейчас с вами не будем сравнивать, потому что это абсолютно два разных парфюма. Но то, что сейчас вот я чувствую, знаете, такое вот сочетание очень интересное. Мне почему-то вот, знаете, вот лес после дождя напоминает, но с каким-то вот ароматом действительно вот этого пачули. В общем-то, неплохо, неплохо. Он такой сладенький. Ну, будем смотреть. Сегодня как раз я его протестирую. Посмотрим, сколько будет держаться. И давайте перейдем ко второму аромату. Queer de Nuit. Что у нас в этом аромате? Это чувственный ванильный аромат с кожаными нотками. Оказывается, в плену мягкой силы ароматов какао и кофе. Ну, конечно, безумно меня это подкупило. Кожа, какао, кофе, ваниль. Должно пахнуть, конечно, просто бомбически. И здесь у нас парфюмер Amandine Clerc Marie. И давайте также вскроем и посмотрим.